Добрый вечер, уважаемые трейдеры компании A-Markets. На связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по стратегии Scalping Intraday. Сегодня у нас 29 марта. Посмотрим текущую неделю, проанализируем. Вообще я посмотрел новости. Неделя обещает быть достаточно спокойной. Давайте глянем календарь. Итак, понедельник сегодня уже заканчивается. Ничего такого особого я не вижу. На вторник тоже все довольно-таки спокойно. Очень спокойно. Среда тоже нас особо ничем не радует. Разве что ВВП по Британии, но тут за квартал, поэтому значения не особо сильные. Скорее всего будет тоже спокойно все. Ну вот 17.15, только изменение числа занятых в сельскохозяйственном секторе. Ну это, скажем, такая промежуточная новость. Вот. Пока на 17.30 ПВП. Пожалуй, единственное, на что можно обратить внимание. Ну и в четверг. Четверг. Тоже довольно-таки спокойный день. Да. Достаточно спокойный. Не знаю. Надеюсь, может быть какие-то новости на политическом фронте, скажем так, появятся, которые сдвинут рынок. Поскольку экономических новостей ждать особо не приходится. Итак, перейдем к терминалу. Посмотрим сегодня побольше криптовалют. Посмотрим сначала евро, потом перейдем к криптовалютам. Значит, что у нас по евро? Продолжается у нас нисходящий тренд. Пробита линия поддержки. Достаточно, скажем так, ну не то, чтобы сказать существенная, но вот это вот ступенчатая, да, скажем так, вот этот уровень ступенчатый. Он пробит. Вот. И теперь мы находимся в зоне консолидации. Ну, понятное дело, теперь мы ожидаем, что если у нас цена вернется к этому уровню, то у нас будет очень мощная зона продаж. Вот. Дальше у нас, ну такие небольшие, скажем так, очередная ступенька, скажем так, да, сформировалась. Вот. На которую можно ориентироваться. Если мы пробьем ее, то здесь тоже у нас будут продажи. Ну, локально тут можно отметить такой вот уровень сопротивления. Если мы его преодолеем, то на пути движения к этому уровню, возможно, здесь тоже будет некая остановочка. То есть сюда, потом вниз, и можно будет здесь покупать. Вот. Что у нас по фунту? По фунту у нас этот нисходящий тренд отработался в хорошую коррекцию. Коррекция больше, чем на евро, да, видно, что мы дошли до уровня этого ступенчатого. И даже преодолели его. Вот. Что, кстати, говорит? Говорит так, ну косвенно, да, я иногда наблюдаю, такое происходит, что евро, скорее всего, повторит. Повторит, да, вот это вот движение. Возможно, догонится, тоже дойдет до этого уровня. Вот это, есть такая корреляция. Когда евро обгоняет фунт, или фунт обгоняет евро. Думаю, если кто-то из вас такую стратегию использовал, то понимает, о чем я. Если вы использовали, то ставьте лайк. Вот. И она еще работает. Она до сих пор работает, скажу я вам. Вот. Но на более краткосрочных, скажем так, таймфреймах. Недавно я буквально практиковал ее. То есть если у нас евро, допустим, пробивает какой-то максимум, а фунт еще топчется около этого максимума, то потом фунт догоняет и наоборот. Вот это сейчас работает. Кто пробовал такую стратегию, может разочаровался. В ней, мы знаем, что рынок, он, скажем так, фазами, да, действует. То одна фаза работает, потом переходит, правила перестают работать. И мы разочаровываемся. На самом деле просто фаза другая наступила. Так вот, сейчас фаза вернулась. Если кто-то использовал такую стратегию, можете вернуться и попробовать заново. Вот так. Ну давайте еще раз фунт посмотрим. Тут мы дошли, все эти уровни отработали. Сейчас только, разве что, рассчитывать на очередное падение. И пока мы будем двигаться вниз, у нас вот этот уровень, имейте в виду, может быть на покупке. В этой зоне на покупке. Это тоже. Также есть вот такой уровень. Но в принципе вообще вот эта зона, она покупочная. Ну и давайте посмотрим криптовалюты. Биткоин у нас. А, это биткоин кэш. Биткоин кэш пошел вверх. Что у нас здесь есть? У нас был здесь вот этот вот, такой вот уровень, достаточно серьезный, который давлел, да, не давал, не пропускал валюту вверх. Сейчас ушли существенно дальше вверх. Если все-таки вернется, в этой зоне можно будет покупать. Или докупаться, что... Или усредняться, да, если кто вверх встал. Вот. Ну пока все. Он в принципе коррелирует вот с этим уровнем поддержки. Поэтому вот эта зона тоже покупочная зона. Ну если не вернется, то уже, конечно, вперед-вперед. Там видно будет. Да, вот здесь есть максимум вот такой вот локальный. Который объединен, кстати, с этим минимумом. Такой зеркальный уровень хороший. Наверное, здесь тоже мы сделаем остановочку, если он долетит до сюда. Так, давайте посмотрим тут же биткоин, да. Ну биткоин, понятно, повторяет это движение. Точнее биткоин кэш повторяет движение биткоина в какой-то степени. Кстати, если кто-то корреляцией занимался, биткоин и биткоин кэш, поделитесь в комментариях, что из этого наблюдаете, да, что для себя вывели. Есть ли какая-то корреляция, на которую можно поиграть. Ну я здесь вижу вот такой вот уровень сопротивления, который может стать уровнем поддержки зеркальным вот для возвратного движения. Ну и также вот этот уровень поддержки в консолидации, вот этот треугольный. Если пробьет все-таки еще сюда, то здесь тоже можно покупать. Ну и посмотрим эфир. По эфиру что у нас? Тоже некая зона консолидации. Вот. И вот этот вот уровень, который вот здесь вот, расческа была такая, он, конечно, тут поерзал, поерзал. Сейчас уже не совсем понятно, что здесь ждать. Наверное, более актуальный вот такой уровень будет. Вот. Для возвратного движения. Вот. Так что можно присмотреться. Эти три валюты, биткоин, биткоин кэш и эфир, я рассматриваю веймаркетс, потому что у них невысокие спрейды, то есть достаточно низкие. Поэтому очень удобно торговать именно здесь. Вот. И при этом нет там, скажем, сложности с... Ну то, что сложности, но каких-то вот нюансов с пополнением, со снятием средств, да, как бывает на криптобиржах. Вот. Особенно лимиты. Там, например, на некоторых криптобиржах, чтобы вывести или ввести деньги через банковскую карту, это посложнее будет, нежели через брокера. Хотя, если вы знаете, на каких криптобиржах можно спокойно с карточки выводить и выводить, то поделитесь. Это интересно, в принципе. Вот. Ну а я продолжаю торговать здесь и вам рекомендую. Все. Подписывайтесь на канал iMarkets. Заходите в описание, там будет ссылка на мой канал. Подписывайтесь по четвергам, я там продолжаю свою аналитику. Ну и всем удачной торговой недели. Всем пока. Торгуйте с удовольствием. Продолжение следует...